МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона. А, да, вот это... Будем ждать все, когда освободят, да? Ну, будем здесь, пока все не нормализуется. Пока не нормализуется ситуация. Но там уже будем решать, решать проблему по мере их поступления. Волнение они не сразу задают самый главный вопрос. Но именно осмысление происходящего. И хоть малейшее понимание того, каким будет завтрашний день. Вот то, что сейчас волнует не только тех, кто покинул родные дома. Я думаю, что в ближайшее время ситуация драмализуется. И вернемся к привычному образу жизни. Очень верно. Ну, а мы вам здесь рады. Вот. Если какие-то просьбы, пожелания, не стесняйтесь. С городом и его жителями они знакомы уже неделю. Потихоньку обживаются на новом месте. Но в памяти еще четкие картины дня, когда они покидали свои дома. Нас вообще-то вывезли под обстрелом. А так мы два дня собирались. Вы знаете, то сложим чемодан, то разберем, то сложим, то соберем. Думаем, да может, как в 14-м пересидим. Но уже то, что мы пережили в 14-м, уже сейчас мы не переживем. Потому что сердце заходится прямо. То есть взрывы как начинаются, мы уже не сдерживаемся. На линии соприкосновения постоянно какие-то шли бои. То есть просыпаешься, непонятно. Начинают включать сирену. Сирена это по всему городу вводит. Непонятно, то ли в подвал бежать, то ли детей в школу отправлять, то ли не отправлять. Потом смски всем по всему городу, по нашей связи Луакомовской расправляют. Что это учение, не переживайте, что это не бои. Все нормально, все, пошли на работу. Ну, то есть и вот постоянно в каком-то вот таком вот напряжении, стрессе. Когда объявили эвакуацию, долго не раздумывали. Не стали возражать и против того, чтобы ехать в Ульяновск. Город встретил просто потрясающе. Если честно, мы когда ехали, мы готовились к палаточным все-таки городкам. Нас расселили в гостиницу. Ну, условия сами видите, что просто потрясающе. Три раза в день кормят. Даже еще в поезде уже совсем другое отношение было. Уже все мягко, все просили, все нам так, знаете, все подавали, все беспокоились. Всего в Ульяновске открыто 8 пунктов временного размещения. Один из них в гостинице «Волга». Отель принял 76 жителей Луганской Народной Республики. 29 из них граждане Российской Федерации. Тем, кто еще не успел обрести новый статус, собрать пакет документов помогают волонтеры. После завершения всех формальностей жителям Донецка начнут выплачивать денежные компенсации. Ильяна Рошарипова, Александр Рассухин. Вести Ульяновск. Дети вернулись за парты спустя 4 недели. Эпидемиологическая обстановка, наконец, позволила возобновить традиционный формат учебного процесса. Но с одной оговоркой, санитарно-эпидемиологические нормы должны соблюдаться в полном объеме. Как прошел первый учебный день в ульяновских школах, расскажет Максим Бажанов. Чтобы попасть в седьмую школу, есть два пути. Через правую дверь центрального входа и через левую. Таким образом разводят потоки детей. Плюс, чтобы минимизировать контакт между учениками, к первому уроку идут только младшеклассники. Всем обязательно измеряют температуру. В классах без остановки работают рециркуляторы. Кабинеты еще и проветриваются по графику. Дети будут заниматься пока по кабинетной системе. То есть, не переходя из класса в класс. За исключением предметов технологии, физической культуры, но и других специализированных дисциплинов. Аналогичная система безопасности от коварного вируса работает в каждой школе региона. Все для того, чтобы дистант больше не возвращался в жизни школьников. Образование через мониторы никогда не заменит учебу глаза в глаза с учителем. Конечно, лучше учиться в школе, но дома тоже хорошо. Но все же скучаешь по своим одноклассникам, скучаешь по учителям. Нет такого общения. Просто видишь какой-то экран и все. В последний день зимы классической форме обучения вернулись и школьники из ЛДНР. Тем, кто хотел учиться, регион помог устроиться в школы, ближайшие к пунктам временного проживания. Например, Саша из Луганска будет теперь кадетом. Рационы вернутся в школу. В Ульянске нравится тебе здесь? Да. Тут очень красиво. Привыкать к новой школе парню будет чуть проще, чем его землякам. Вместе с ним в образовательное учреждение устроилась работать мама, Милена Журавлева, учителем иностранного языка. С этим тоже помог регион. И надо признать, кадетской школе с кадром повезло. Девушка владеет и английским, и немецким в совершенстве. Мне очень радостно от того, что наши дети имеют возможность на данный момент посещать учебные учреждения, а также высшие учебные учреждения. Я как человек трудящийся. Мне очень важно было получить работу, и я ее получила. Спасибо большое. Еще один важный момент. Всем новеньким выдали бесплатные учебники и школьные принадлежности. Также дети будут получать бесплатное горячее питание в школах. Максим Бажанов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Ульяновская область готовится к паводку. Работы по уменьшению риска возможных ЧАЭС ведутся в Засвияжском районе областной столицы. В микрорайонах Дачный, Вырыпаевка и Боротаевка. Пока техника вывозит снег, рабочие вручную расчищают ливневую канализацию. Второй этап противопаводковых работ в самом разгаре. В Боротаевке он продлится до тех пор, пока траншея, способная отвезти талую воду от домов, не будет прорыта. Вот находимся с вами в этом месте. Экскалатор работает, соответственно, вот с левой стороны от нас, с траншеей. Для понимания потом посмотреть, почти два метра высота снега, то есть очень много. Вот, они сейчас прокопают траншеи вот здесь. Водовод ручную, мы 8 минут всю эту работу поставили большой. Ветруба, да? Да, 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 сейчас мы там лоток, сейчас мы там покажем вам. Там ручную очищаем полностью, и дальше по конаме вода, значит, идет вот до той дороги, по которой в основном вы ездите. Будет резкое потепление, резкое таяние, то есть плясовые температуры днем и ночью. У нас порядка 16 населенных пунктов будет подтоплено, как мы уже посчитали, 347 домов. Это порядка 1100 жителей. Для этих жителей в муниципальных образованиях развернуты будут ПВРы, 47 ПВРов, пункты временного размещения. Где они находятся и что делать в случае паводка, жителям с начала февраля рассказывает квартальный. Сегодня в целом, если оценить, то порядка, наверное, 60% работ по паводку мы выполнили. Значит, еще на две недели объем работы вывозят, но начали вскрывать канавы все тоже. Поэтому здесь сегодня у нас какие-то опасения именно о том, что будет непреодолимая сила, но на сегодня пока нет. 1 марта организуют круглосуточное дежурство руководящего состава Ульяновска. К 9 марта завершат обследование гидравлических сооружений областного центра. Ульянара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В Доме Языковых открылась выставка работ учеников 7-й школы искусств города Ульяновска. Она посвящена летним мотивам, которые ребята писали на пленерах. На одних картинах цветы главные герои, на других они просто служат ярким элементом для создания настроения. Произведения юных художников выполнены в самых разных жанрах. Это и портреты, и картины с изображением братьев наших меньших, пейзажи и, конечно, натюрморты. Всего право попасть на выставку удостоились 53 работы. Тема этой выставки у нас посвящена Году народных культур, поэтому в большом количестве представленная у нас тематика связана с национальным, фольклорным таким уклоном. Здесь элементы сказок, народные костюмы, многообразие, то есть таких натюрмортов в стилистике национальных культур. Это уже не первый опыт сотрудничества Литературного музея Дом Языковых и ДШИ номер 7. Нынешняя выставка детского творчества стала седьмой по счету. Организаторы уверены, детское цветочное творчество создаст настроение посетителям музея. Ульяновскую федеральную поддержку. Как этот предвыборный слоган сейчас воплощается в жизнь? Сегодня в программе тема дня с отчетом о проделанной работе депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Смотрите актуальное интервью сразу после прогноза погоды. На сегодня у нас все. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области минус один, минус шесть. В Ульяновске минус один, минус три. Завтра днем по области минус два, плюс три. В Ульяновске около ноля. Ночью и утром на дорогах гололедица.